Оперативное совещание стало первым для Сергея Горелова, который 25 марта назначен исполняющим полномочия главы городского округа Щелково. Объединяя конструктивные и общественные силы, муниципалитеты и поддерживая постоянно открытый диалог с местным населением, мы сможем воплотить все намеченные проекты. Развивая экономику, повышая интерес к социальной сфере, мы будем выстраивать максимально доверительные отношения с людьми, и в этой работе важна личная эффективность каждого. Сегодня перед городским округом Щелково открыто большое количество возможностей, и наша задача – это максимально использовать весь наш потенциал, который у нас имеется. Приоритетными направлениями для округа стали строительство моста через Клязьму, дублеры Щелковского шоссе, школы, детских садов. Первая заместитель главы администрации округа Наталья Тамбова рассказала, как финансово-экономический блок работает по налогам в консолидированный бюджет области. Результат средний – около 9 миллионов рублей. Есть над чем поработать земельно-имущественному блоку. Спасательные формирования готовы к паводковому периоду. В городском округе отсутствуют жилые и социальные объекты, подверженные сезонному подтоплению. Но, несмотря на это, в округе выработан комплекс мероприятий по локализации возможных подтоплений. Муниципальная служба спасения проводит патрулирование водоёмов. Она имеет на вооружении мотопомбов, спасательное оборудование, клапс-средства, технику повышенной проходимости, курорт-дракоптер, тестована на проведение спасательных работ в акваториях. Запасы воды и снега в городском округе близки к норме, заключил Евгений Петеримов. Температурный режим в предстоящие дни будет способствовать плавному сходу снежного покрова. Дорожным и коммунальным службам рекомендовано прочистить от льда уличные канализации и отводные каналы для приёма талой воды в частном секторе и вдоль дорог. В округе завершается подготовка к весеннему призыву граждан в возрасте 18-27 лет на срочную службу. Он начнётся 1 апреля. Утверждены составы основной резервной врачебных комиссий. Скажите, у нас в составе комиссий призывных комплектаций медицинскими работниками испытывают какие-то проблемы? Нет, да? Да, пока нет, но сейчас с 1 апреля ещё посмотрим, может быть, там какие-то, могут быть вопросы о наркологии. Продвигается работа по созданию в Щёлкове изобретариума – инновационной площадки для детей, занимающихся техническим творчеством. Утверждён проект, который реализуют на базе Центра лесная сказка в микрорайоне Чкаловский. Проектно-смертная документация прошла МОЗ «Облэкспертизу». Мы заходили туда с 15 разделами в экспертизу на 92 миллиона рублей. В пятницу прошедшую мы полностью получили все 15 домов. Экспертиза подтвердила нам и оптимизировала до 62 миллионов рублей. Значит, основные позиции оптимизации коснулись элементов конструкции и технологической части этого проекта. Затраты включают в себя общестроительные работы, устройства инженерных сетей, благоустройство, озеленение, устройство малых архитектурных форм. Первый этап реализации проекта стоимости в 7 миллионов будет проходить в этом году за счёт бюджета городского округа. И включает в себя сооружение фасада изобретариума. В конце марта в городском округе Щёлково стартует месячник по благоустройству. Он начнётся 30 марта с парада коммунальной техники. В течение месяца организации и жители примут участие в наведении порядка у себя во дворах и на общественных территориях. В этом году ожидается участие около 3000 человек и 700 организаций. На оперативке также обсуждались вопросы ремонта автодорог в весенний период, капитального ремонта домов и подъездов. Михаил Налётов, Александр Оржевский, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щёлково.